О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте и сегодня в выпуске. Линия столкновения, что написано в президентских инициативах по Донбассу и почему из-за них накалилась обстановка в Раде и возле неё. Вооружённый беспредел в Одессе стреляли в зампредседателя облсовета, что известно о покушении. Разборки на Ревудского в Киеве разгромили заправку, кто с кем борется и на чьей стороне полиция. Кулачные бои в парламенте, дымовые шашки у стен Рады, многослойные полицейские кордоны. Подзабытые блокирования и запах фаеров спровоцировали президентские законопроекты. А начиналось всё довольно мирно. С раннего утра профильный комитет собрался, чтобы рассмотреть законопроекты главы государства о реинтеграции Донбасса и особенностях самоуправления в Донецкой и Луганской областях. Недолго посовещавшись, решили рекомендовать депутатам документы поддержать, доработав только одну статью о необходимости соблюдения минских договорённостей. Президентские законопроекты стали главной темой в парламенте. И хотя на утреннем заседании документы не рассматривали, их вовсю обсуждали в кулуарах. Какие фракции за документ, какие против, о чём спорили и на чём настаивали депутаты обо всём в нашем материале. Утром у стен парламента готовятся к протесту свободовцы. Они против двух законопроектов, которые должны появиться в повестке дня о реинтеграции Донбасса и закона, который продлевает на год особый порядок местного самоуправления на Донбассе. Стоят пока спокойно, а в здании под куполом нардепы поясняют, какими нормами законопроектов недовольны. Один законопроект полностью имплементирует мінские договоренности, где и амнестия террористов, они будут створювать милиции, народные прокуратуры. По суті, их законнение, хоть мы, вы знаете, протестуем и говорим про криминальную ответственность всех тех злочинцев, которые брали в руки оружие, которые, по суті, служат оккупационному российскому режиму. И там есть этот законопроект, который уже был принят в 2014 году. Но почему не работал этот законопроект про особенный статус Донбасса, так званный три роки? Потому что не работают мінские договоренности. А вот в блоке Порошенко настроены совсем по-другому. Только что вернулись в заседание фракции, на котором о необходимости принятия документов говорил президент. Действительно, на фракции сегодня был президент Украины Петра Порошенко. Он очень четко сформировал свою точку, свое видение. Законопроект, который был внесен за инициативу президента, это законопроект про реинтеграцию Донбасса, про восстановление украинской влады на Донбассе, про гарантии тех людей, права которых знищаются и покираются на территории, тимчасово окупованой. Тут есть ряд важных нововведений, терминологических, окупации, посылания на самооборону статуту ООН. Тут прописываются моменты реинтеграции, защиты культурных, социальных моментов, переходы из АТО, на решение. Это законопроект про реинтеграцию. В нем, по сути, есть такие важные основоположные вещи, связанные с признанием оружия на территории Украины, с признанием государства-агресора, с тем, что фактически военные действия происходят сегодня на сходе Украины. И это очень правильная позиция, что мы, на самом деле, уже после трех лет войны признаем это не АТО, а оружия против Украины. На фракции была дискуссия с приводу того, чи варто легализовать Минские угоды в национальном законодавстве. Именно пункт о Минских соглашениях стал камнем преткновения для Народного фронта. Эту норму они хотят из законопроекта изъять. Из-за отсутствия единого взгляда на законы, документы решили выносить в зал на вечернем заседании и взять дополнительные часы для консультаций. Мы работаем с коалицией, мы работаем с депутатами. Если этого не будет сделано, это будет развал международной коалиции, я уже сказала. Это будет эскалация со стороны России. Я думаю, что Народный фронт зрозумеет. И мы будем идти сейчас попробовать и находить ту межу допустимого компромисса и умов. Для того, чтобы не сняли санкции. Для того, чтобы нам надали летальную оружие. Кроме поддержки законопроектов самой коалиции, голосов которой для решения недостаточно, большинству необходима также поддержка других нардепов и фракций. Оппозиционный блок самопомощи Батьковщина голосовать за отказываются. Если, на дай Боже, будет первый президентский проголосованный, мы будем категорично против. А это шлях от окравленной территории. Это шлях выхода из минских домовностей. Тупик в политическом процессе. Войскового шляха нет. То есть это замороженный конфликт. Ничего в прикладном плане это не даст. Перепрофилирование войск, изменение командования, какие-то вещи, которые сегодня там рассматриваются, они не имеют никакого сенсу в частности головной, как эти территории повернуть, как прекратить конфликт, того, что хотят люди. Первый закон мы не поддерживаем, потому что это закон не о том, как установить мир в стране, а о том, как продолжить войну. Партия войны хочет реванш и идет против 80% украинцев, которые хотят мира. А мы хотим мира в нашей стране, и поэтому этот закон никак не можем поддерживать. Президентский закон закопирует в окопы украинскую армию. Бо легализация Минских домовленостей, где чутко написано «вотведение войск», это означает, что мы ані на метр не можем просунутися в свою территорию. Этот закон не является планом военных действий. Этот закон описывает принципы, как мы будем деокупировать и возвращать территорию. Ниже это не приблизит к этой территории, это не принесет мир, это не принесет ничего. Я же говорю еще раз, мета этого законопроекта – это неизвестная. Мета этого законопроекта на законодательном уровне – легализовать Минские угоды, которые точно не имеют никакого отношения ни к установлению мира, ни к прекращению войны и так далее. Другая – это перекласти ответственность на какой-то спильный штаб, оперативный штаб Збройных сил. Пока в куларах депутаты бурно обсуждали законопроекты, в Комитете по нацбезопасности готовили документы к принятию и одобрили. Голосование запланировали на вечернем заседании, а возле Рады уже стало неспокойно. Митингующие зажгли дымовые шашки в знак протеста против закона о реинтеграции Донбасса. А в зале в это время заняты гастролями российских артистов. Депутаты устанавливают правила, по которым они смогут выступать в Украине, но голосуют совсем не по правилам. Радикал Лозовой на пультах коллег исполнил одну из лучших партий конопокодавства. У всех на глазах и без всяких угрызений совести. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Павел Лысенко, Вадим Ревун. Подробности – телеканал «Интер». Ну а на вечернем заседании в зале закипели страсти. Как только нардепы приступили к рассмотрению законопроекта о реинтеграции, трибуну заблокировали. Кто остановил работу Верховной Рады, какова судьба документа, обо всем расскажет Анна Каменева. Она на прямой связи со студией. Анна, здравствуй, расскажи, что происходило в здании под куполом. Тебе слово. Здравствуй, Катя. То, что обсуждение законопроекта будет бурным, не сомневался сегодня никто. Но вот то, что дойдет до потасовок нардепов, не предполагали. Но все по порядку. В 16.00 на вечернем заседании в зале появился секретарь СНБО Александр Турчинов. Именно он и представлял президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, который, кстати, и поддержал профильный комитет. Согласно этому документу, Россию признают страной-агрессором, а захваченные боевиками территории оккупированными. Украина не несет ответственности за действия Москвы и подконтрольных ей вооруженных формирований на этих территориях. Командование в зоне боевых действий переходит от СБУ к созданному объединенному оперативному штабу вооруженных сил Украины, а Минские соглашения приоритетные при освобождении этих территорий. В Раде были зарегистрированы и два альтернативных законопроекта. Они пришли от фракции самопомощи и отдельно от внефракционного нардепа Андрея Илленко. Они тоже представили свои документы и высказали свои замечания. Декларация про визнание Россию окупантом без визначения дат окупации – это порожнее слово. Это не имеет никаких юридических последствий. Только визнание даты окупации покладет на Россию обязанность в будущем платить за все руйнувания и за порушения права человека. Неужели вы не понимаете, что мы не можем разъединять политику относительно Крыма и Донбасса? Критику вызвал и пункт о минских соглашениях, но по предложению профильного комитета все упоминания об этих соглашениях из документа президентского варианта убрали и заменили на соответствующую резолюцию ООН. Но в любом случае ни один из предлагаемых законопроектов в оппозиционном блоке заявили – поддерживать не будут. Было заседание фракции, на котором обсуждались все эти законопроекты, которые были только вчера внесены в парламент. У нас было единодушное решение законопроект 7163 не поддерживать и голосовать против него. Законопроект 7164 поддержать в случае, если там будут внесены определенные правки, которые мы должны предложить, применять этот законопроект, Украина означает, что выйдет из минских соглашений. И остается только один путь пока в данный момент – это военный путь разрешения этого конфликта. Путь для достижения этой цели только один – это политико-дипломатический путь. Другого пути нет. Все, кто говорит обратно, это либо отъявленные негодяи, либо имена их психиатру. Обсуждение законопроекта шло более-менее спокойно, пока фракция «Самопомничь», воспользовавшись отсутствием спикера на своем рабочем месте, не заняла президиум парламента, а Егор Собелев даже попытался выкрутить микрофон председателя Рады. Нардепа сорвались со своих мест, кто блокировать трибуну и президиум, кто их защищать. Не обошлось и без потасовок. Как все это происходило и как руководство парламента пыталось утихомирить нардепов, смотрите далее без комментариев. Я возвращаюсь к коллег самопомощи. Я в Минску не боюсь бойовиков. Вас я тем больше не боюсь. На місто сели. Сели на місто. И сейчас мы требуем равных... Что вы делаете? Зверните внимание на поведение самопомощи. Я прошу, зверните внимание на поведение самопомощи. Я прошу, негайно отойти от президиума. Успокоить парламентариев попытался и Турчинов, но и ему помешали высказаться. Зараз в парламенте відбувається спроба заблокувати решения Верховной Рады щодо визнання Росії агрессором. И всі, хто це роблять, працюють сьогодні на Росію. Свідомо чи не свідомо. Голосуємо, давайте визначати якісь... Забрахнят! Глава фракції удалились в кабінет спикера, но трибуна все это время оставалась заблокированной, хотя градус напряжения заметно снизился. Минут через 40 парламентарии вернулись в зал, но трибунах и президиуму были заблокированы, свои места они не заняли, хотя по утверждениям спикера на совещании фракциям удалось договориться. Я хочу вам повідомити, що ми провели нараду, на якій було визначено, що в законі, який перебуває на розгляді, вилучаються пункти, які посилаються на Мінські угоди. Це норма, яка мала розблокувати засідання Верховної Ради України. Тим не менше, трибуна продовжує бути заблокованою. Дискусною ситуацією, яка склалася, ми продовжуємо розгляд цього законопроекту, але сьогодні засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. И только после закрытия засідання парламента трибуна и президиум были освобождены от парламентарів. А секретарь СНБУ выступил перед журналистами и назвал депутатов, которые блокували трибуну российской агентурой. Ближе к вечеру стало известно, що в парламент приїхав і президент, щоб пообщаться і провести совіщання со своєю фракцією, блоком Петра Порошенка. Рассматривая законопроект, попытаються продовжити завтра. І будуть розсматривати, поки не проголосують. Відповідь по регламенту, якщо депутати починають изучати один документ, за інші голосувати вони не можуть. Але посмотрим, удастся ли за ночь фракціям і депутатам договориться о розблокуванні трибуни і президиума. Аня, спасибо тебе за детали. Анна Каменева рассказала, как пытались рассмотреть законопроект о реинтеграції Донбасса в Верховной Раді. Тем временем, возле здания парламента все это время находились активисты. Они заявляли о своей готовности штурмовать Верховную Раду. Об этом расскажет Данил Снисарь. Он на связи со студией. Даня, здравствуй, расскажи, как охраняли парламент и что делали активисты? Тебе слово. Катя, добрый вечер. Активисты, представители Азова, Национального корпуса и Свободы вернулись под Верховную Раду после обеда. Правоохранители, полицейские, нацгвардия окружили их с четырех сторон, опасаясь повторения дневного фаер-шоу. И как оказалось, не напрасно. Ведь несмотря на заверение активистов не применять радикальных действий, в ход все равно пошли дымовые шашки и фаеры. Их митингующие с закрытыми лицами начали бросать в правоохранителей. Слава нации! Слава нации! Слава нации! Все хорошо, ребята. Ближе к шести вечера кураторы активистов заявили, готовы штурмовать Верховную Раду в случае, если нардепы приступят к рассмотрению законопроекта о реинтеграции Донбасса в его нынешнем виде. Но дальше слов дело не пошло. К митингующим вышли несколько нардепов от Свободы. И заявили, спикер объявил об изъятии из проекта закона части о Минских соглашениях. Сейчас под Радой уже тихо и спокойно. Активисты разошлись, но уже завтра утром обещали вновь вернуться к парламенту. Катя? Данил, спасибо за информацию. Данил Сниссарь находится возле здания парламента и был на связи со студией. В Одессе стреляли в Олега Радковского. Это зампредседателя местного облсовета и глава региональной ячейки всеукраинского объединения Батькивщина. Насколько серьезно пострадал политик и какие версии рассматривают правоохранители? Сюжет Андрея Анастасова. Центр Одессы, улица Греческая, 8 вечера. Олег Радковский выходит из элитного ресторана, направляется к своему автомобилю на парковке. И в этот момент звучат выстрелы. Нападавшие несколько часов ждали его в засаде. Левая часть поясницы была ранена, нижняя, и правая рука была в крови. Без глушителя, стреляли с машины, и машина сразу же уехала. Радковский – личность в Одессе известная. Бывший нардеп, руководитель областной организации Батькивщина и зампредседателя облсовета. Полиция уже установила, злоумышленники использовали огнестрельное оружие. Уголовное производство открыто по статье «Покушение на убийство». В частную клинику, где находится Радковский, журналистов не пускают. Сегодня друзья опубликовали вот это фото, сделанное в больничной палате. Пули из ран в бедре и в области поясницы врачи извлекли. Еще одна пока остается в теле политика. Она находится очень близко к позвоночнику. И для того, чтобы ее изъять аккуратно, без всяких последствий, необходимо было провести дополнительные исследования. Правоохранители разыскивают злоумышленников и выясняют, кому мог перейти дорогу пострадавший. А вот однопартийцы Радковского категорически не согласны с тем, что нападение связано с бизнес-разборками. Хочу вам сразу сказать, что Олег Владимирович бизнесовыми проектами уже не занимается. Это есть не что иное, как политическое событие. В то же время глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский, ссылаясь на свои источники, заявил журналистам, что версия о политической подоплеке покушения не рассматривается как основная. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. В Одесской мэрии сегодня прошли обыски. Правоохранители побывали в управлении коммунальной собственности. По информации, которая появилась на сайте ГПУ, чиновников подозревают в крупных финансовых махинациях и хищениях. Как установило следствие, они без тендеров передали объекты, которые находятся в коммунальной собственности, частным структурам. А часть имущества продали и сдали в аренду по заниженной цене. В схеме были задействованы также частные нотариусы и руководители подконтрольных предприятий. Но вот проводить силовые обыски в офисах частных фирм правоохранители смогут теперь только имея специальное разрешение. Такое распоряжение во время встречи с представителями бизнес-ассоциации подписал генпрокурор Юрий Луценко. Напомню, в разговорах с президентом и премьером представители бизнеса пожаловались на частые случаи так называемых маски-шоу. Использовать спецназ при обысках правоохранители смогут только в ответ на физическую силу или сопротивление. Если есть данные, что добровольно документы не будут выдаваться, что есть безопасность физической противности, тогда остальное решение принимает областный прокурор. Если уже есть такие данные, поставьте автобус спецназом за километр. Если будет физический спор, тогда он подойдет. Но начинаете без автоматизма. Будь кто, кто будет грубо порушивать данный порядок, отчувствует это что-то меньше своей зарплаты. Зверски избитого жителя Кривого Рога Артема Белого обвиняют в поджоге дома НРДП от Народного фронта Юрия Березы. Мужчина в больнице, там ему и вручили подозрения. Напомню, 24 сентября Артем Белый якобы пытался проникнуть в дом Юрия Березы. Полиция задержала его. Правда, Белый больше был похож на пострадавшего. Врачи диагностировали у него перелом четырех позвонков и травму грудной клетки. По информации СМИ, его до полусмерти избил Юрий Береза. Дело расследует областная прокуратура. Взрыв пакета и тетушки, нападение на полицию и журналистов. Накануне поздно вечером на столичных поздняках молодые люди в масках снесли забор строящейся экозаправки, разгромили технику, разбили все окна. Полиция оказалась полностью бессильна, причем не в первый раз. Погромы здесь тетушки устраивают регулярно, держат в страхе весь микрорайон. И остаются абсолютно безнаказанными. Почему заправка стала предметом разборок и на кого надеяться местным жителям, выясняли наши корреспонденты. Как рассказывают местные жители, потасовки возле этой стройки – обычное дело. Но то, что произошло накануне вечером, по-настоящему испугало людей. Милиции у них были всех закрыты. Среди них было очень много подростков, годов где-то 13-14 лет. Они собрались, массово принесли шины. Шины летели в полицию. Были здесь фаеры, петарды, шум, гам. То есть сгорелая резина, дым, невозможно вообще было пройти. Они побили стекла, выламывали заборы. Далее они начали выламывать технику, которая уже непосредственно была на территории заправки. Абсолютно проплаченная миссия, не знаю кем. Стычка с полицией накануне была довольно агрессивной. Вот на этих кадрах видно, как о голову полицейского, который пытался остановить тетушек, разбивают яйцо. Орудуют и тетушки, и депутаты настолько нагло, будто уверены, никого из них не накажут. Но свои действия планируют. Решили, к примеру, применить избитую тактику – выставить вперед женщин, как заслон от полиции. Один из тетушек, который вчера участвовал в разгроме заправки, признается, за вечер заработал немало. Правда, немного пострадал. Победил руку. Громили в витрины, заправку. Получил за это полторы тысячи гривен, обещали 50 долларов. Мы так потолкались, а не нас, мы их. Были и дубинки биты. Людей возмущают, что тетушки остаются безнаказанными и не боятся полиции. Ведь нападают на заправку, по словам местных жителей, не впервые. Но пока никого даже не задержали. Нападение на заправку действительно не первое. Месяц назад группа людей на джипе пыталась штурмовать АЗС. Тогда пострадала полиция охраны. Местные жители просят киевские власти вмешаться в ситуацию и завершить строительство. Даже петицию зарегистрировали на сайте. Уверяют, что в их районе стало опасно жить. И надежды на защиту полиции нет никакой. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал «Интер». Нас агентство по вопросам предотвращения коррупции полностью проверит декларацию Дмитрия Абута. Такое решение члены НПК приняли сегодня на очередном заседании. За то, чтобы изучить отчет замначальника управления главного следственного управления нацполиции за 2016 год, проголосовали единогласно. Решение принято одноголосно. Пропонуется принято решение о проведении полной проверки декларации за 2016 год, поданной Бутом Дмитром Сергеевичем. Поддержим это решение. Решение принято одноголосно. Проверить отчеты Дмитрия Абута в НПК решили после целой серии наших сюжетов об этом скромном следователе. Но размах его коррупционной работы настолько велик, что хватит еще не на один материал. И вот новые подробности. Скромные задекларированные доходы Дмитрия Абута позволяют жить замначальнику следственного управления МВД на широкую ногу. Это Новопечерский Липкий, элитный жилой комплекс в центре столицы. Минимальная цена квадратного метра стоит до 2500 долларов. В 2015-м жена Абута купила в новостройке две квартиры площадью 113,91 квадратный метр и два гаража в подземном паркинге площадью 40 квадратных метров. Из наших источников стало известно, жилплощадь перепланировали и соединили в одну квартиру без необходимых разрешительных документов. Но как-то все нормы обошли. Общая стоимость пентхауза составила более 600 тысяч долларов. Любит оборотень в погонах роскошные апартаменты. Со слов соседей, в квартире сделан дорогой ремонт. Завезена итальянская мебель, сантехника, кафель. Обошлось это по самым скромным подсчетам в 400 тысяч долларов. Откуда деньги на недешевое жилье и дорогой ремонт, чиновник не отчитался. А в НАПК проявили интерес только после наших сюжетов о быте Бута. Но уже в декларации за 2016-е элитная квартира испарилась. Ее якобы подарили матери Дмитрия Бута. На самом деле замглавы ГСУ продолжает жить именно здесь. О чем свидетельствуют вот эти кадры. Хотя по декларации он живет в Мариуполе. Но каждое утро оборотень в погонах выезжает с подземного паркинга элитного жилкомплекса. Можно в принципе оформить на своих родных, на третьих лиц, на подставных лиц. Вот очень часто мы видим, что то или иное предприятие выступает в некий абсолютно третье лицо. Переписывать на родню элитное жилье Бут взял за привычку. Так простой начальник охраны Мариупольского завода по производству масел, а по совместительству отец оборотня в погонах Сергей Бут, стал владельцем вот этого особняка площадью 360 квадратных метров под Киевом в селе Гореничи. Его оценочная стоимость более миллиона долларов. Но полицейский чиновник не посчитал нужным объяснять свои доходы. Более того, попытался скрыть от общественности и базу отдыха на Бердянской косе. Но попался на том, что в 2015 году лично продавал здание за 470 тысяч долларов. Мы выяснили, объект был оформлен как жилой дом, а поэтому гостиничный бизнес велся незаконно. Единственное дорогостоящее приобретение, которое Бут внес в декларацию, это два внедорожника, Volkswagen Touareg в полной комплектации. Владеют ими сам замглавы ГСУ и его супруга. Чиновник оценил их в скромные 170 и 130 тысяч гривен. На официальном же сайте стоимость одного автоподобной версии стоит около полутора миллиона. Два внедорожника обошлись бы не менее, чем в 3 миллиона гривен. Но Бут успешно уложился в 400 тысяч. Как? А вот это должны выяснить на ПК. Можно искусственно занизить стоимость того или иного объекта. Условно говоря, покупается квартира, и вы вдруг видите, что квартира покупается чуть ли не за две минимальные заработные платы. Потому что реально по договорам одна цена идет, а что касается тех средств, которые заплачены, заплачены черным налом. А это третий автомобиль Дмитрия Бута. Рейндж-ровер стоимостью 4 миллиона гривен. И мы точно знаем, куплен в 2016 году. Под него куплено и дополнительное место в подземном паркинге элитного жилого комплекса. В декларацию он не занесен и тщательно скрывается от общественности. Откуда у Дмитрия Бута с чиновничьей официальной зарплатой 226 тысяч гривен в год добра более чем на 2 миллиона долларов. В НАПК должны тщательно исследовать и расследовать. А пока им помогают. Мы провели расследование, передали документы в НАПУ и НАЗК. Людина владеет кількома домиками, маєтками. Людина владеет низкою квартир. Дети, вы только вдумайтесь, ходят в школу и за это платится 300 тысяч гривен, 200 тысяч гривен. Третя дитина учится в Англии. Это правильные олигархичные замашки. Я думаю, что сейчас милицейское уточнение Януковича само в шоці від того, що таке можна. Франкфурт, Англия, Цюрих, Милан, Амстердам, Будапешт. Это не весь список городов, в которых Бут шоковал за последний год. Его супруга и дочь тоже любят Европу и довольно часто летают. К слову, старшая дочь пару месяцев назад улетела в Лондон и находится там по сегодняшний день. Наши источники указали, где отдыхает Дмитрий Бут и во сколько ему это обходится. Погоны не жмут. Как живет его семья? Каким бизнесом после отжима фермерских компаний владеет его супруга? И откуда деньги на элитное обучение детей? Уже в следующем сюжете покажем и расскажем. Как замначальник следственного управления МВД со скромной зарплатой живет на широкую ногу? И кто покрывает коррупционера в погонах? Это наш посильный вклад в работу на БУ и на ПК. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности. Телеканал Интер. Четыре обстрела с начала суток. Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим тишины. Сегодня били по украинским позициям в районе Песок, Майорска и Зайцево. Дважды армейцы открывали огонь в ответ. Подробнее о ситуации на передовой расскажет Руслан Смещук. Армейские позиции напротив оккупированной Горловки. До укрепления огневых точек боевиков отсюда очень близко. Иногда до 100 метров. Военные рассказывают, днем боевики ведут огонь, пытаясь спровоцировать армейцев на ответ, чтобы дискредитировать их в глазах местных жителей. Для этого, например, часто стреляют с кладбища. А вот поражающие удары наносят исключительно ночью, когда это не могут зафиксировать наблюдатели. Причем используют широчайший спектр оружия. Сейчас напротив украинских военных стоят боевики из подразделения уничтоженного полевого командира Гиви. Это побудило солдат, шутки ради, изготовить такой вот полевой артефакт. Шутовские карты, где вместо шестерок вольтовый дам, лидеры и офицеры оккупантов. Впрочем, играть времени нет. В промежутках между обстрелами здесь предпочитают работы по укреплению обороны. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Руслан Ревюк. Подробности телеканал Интер. Это подробности и далее в нашей программе. Глаз вопиющего, украинец, которого шесть лет удерживают в египетской тюрьме, просит о помощи. Что делает медь для его спасения? Правосудия посмертно. Бывшего британского премьера хотят судить за педофилию. На чем основаны обвинения? Шесть лет в египетских застенках находится украинский гражданин Эдвард Чикош. Друзья и родные уверены, бизнесмена осудили незаконно, а условия содержания в тюрьме угрожают его жизни. Но все попытки вернуть Эдварда домой тщетны. Недавно он написал на родину письмо, о чем идет речь, расскажет Марина Коваль. Эдвард Чикош родом из Ужгорода, ему 45. Друзья говорят, сделал успешную карьеру. Сначала организовал турфирму в Закарпатье, потом переехал в Киев. И вот ему предложили возглавить восточное представительство украинской турфирмы в Египте. В 2011-м в одном из туристических автобусов компании на израильско-египетской границе среди багажа находит автомат Калашникова. И хотя Эдварда Чикоша там не было, его как директора турфирмы задерживают, обвиняют в контрабанде оружия и попытке организовать массовые беспорядки в Египте. На суде Чикош все обвинения опровергает. У нас в неделю 3-4 тысячи автобусов передвигаются по стране. У нас 55 тысяч человек ездят на экскурсию в Вифлеем и в Ярусалим. Никогда ничего противозаконного в Египте я не делал. Но слова Эдварда египетский суд не принимает во внимание и приговаривает к 25 годам заключения. Друзья уверены, Чикоша подставили. Компания зарабатывала миллионы долларов в год и бизнес попросту решили отжать. Версии о том, что украинца подставили, придерживается и лидер СтопКора Роман Бачкала. В 2012-м он делал материал о судебном процессе над Эдвардом Чикошем в Египте. С тех пор поддерживает связь с заключенным. Вчера получил от него письмо. Дорогой Роман, не беспокоил тебя целое лето своей трагедией. Но теперь вынужден не потому, что наступила осень, а поскольку реально стало настолько невыносимо тут, что если в короткие сроки не будет хороших новостей, я как минимум сойду с ума. Чикош жалуется на невыносимые условия содержания и на то, что дополнительные права сильно урезали. Он находится в тюрьме Тора. Это самая жесткая, страшная тюрьма в Египте. В ней отбывают наказание самые ужасные террористы. С ним в одном блоке сидят лидеры Аль-Каиды, ИГИЛ. Да, и в этой компании находится наш соотечественник. А учитывая, что у Эдварда сложная форма астмы, он постоянно нуждается в медицинских препаратах. И сейчас ему запретили передавать лекарства. Дочь Эдварда Чикоша говорит, боится за жизнь отца. Весной записала видеообращение к президенту Украины с просьбой помочь вернуть его домой. Письма пишет и сам Чикош. Как рассказал его друг-нардеп Роберт Горват, обращался к министру юстиции в МИД, послу Украины в Египте, пока безрезультатно. Египетская страна не хочет подписывать доверную экстрадицию. Египет не хочет нас чути, не смотря на то, что мы много торгуем. Я бы, например, вдался уже до каких-то радикальных методов, для того, чтобы они нас разумели и повернули нашего гражданина к дому. Нардеп говорит, через месяц запланирован официальный визит министра иностранных дел Украины в Египет. Он верит, что дипломат поднимет вопрос и об освобождении Эдварда Чикоша. Мы тоже направили запрос в МИД, но пока комментариев не получили. Марина Коваль, Екатерина Лысенко, Богдан Вербицкий, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. А в Вашингтоне на следующей неделе обсудят, какой будет цена на газ в Украине. На переговоры с МВФ в Соединенные Штаты отправится министр финансов Александр Данилюк. По его словам, до завершения этих переговоров цену на газ пока заморозили. Ранее не повышать тариф обещали в Кабмине. Однако, увеличение стоимости газа наряду с пенсионной реформой одно из требований МВФ. По подсчетам экспертов, если тарифы все же решат поднять, украинцы в среднем ежемесячно будут доплачивать по 558 гривен. Но вслед за газом подорожает горячая вода и отопление. Верховной Раде же тем временем задумались над рокировками в нацком услуг. Именно этот орган устанавливает тарифы на газ в Украине. Состав комиссии должны предложить Кабмин, президент и депутаты. И на этой неделе планировали утвердить первые кандидатуры от парламента. Без этого работа регулятора под вопросом. Уже есть обращение ряда предприятий по выдаче лицензий на виды деятельности, для того, чтобы рынок электроэнергии заработал. Люди все задают вопрос, какие же у нас будут тарифы. То есть должна быть избрана, определена на открытом конкурсе комиссия. Это есть этапы. Комиссия должна заработать, потом необходимо до мая месяца, в общем-то, сформировать новый состав НКРН КПС-председателя. В Украине создадут специальный государственный фонд поддержки инноваций. Об этом заявил премьер-министр, выступая на Киевском международном экономическом форуме. По его словам, деньги для этого фонда уже предусмотрены в проекте госбюджета на следующий год. Кроме этого, Владимир Гройсман сообщил, для развития высокотехнологичных предприятий и уже в нынешнем году будут приняты законопроекты о приватизации и так называемых индустриальных парках. Своими идеями на двухдневном форуме поделятся сотни делегатов, среди спикеров, нобелевские лауреаты, иностранные дипломаты и представители транснациональных компаний. Мы сейчас стоим на порозе принятия важных решений, создания инновационных парков, индустриальных парков, где мы сможем формировать украинский инновационный продукт. В каждом куточке света, где создается инновация, там есть украинцы, которые создадут этот продукт. Мы должны все сделать для того, чтобы этот продукт был создан в нашей родной стране. Мы исследуем мировые тренды, куда движется бизнес в мире, чтобы мы успели идти по дороге новаций. В крупных компаниях по миру, в самых известных, работает от 3 до 10 до 15 процентов украинцев. И это важно, что это наши таланты. Теперь надо создать условия, чтобы эти таланты остались в нашей стране и креативили, создавали здесь новации. И эти новации потом мы продавали, не покупали, а продавали в мире. Самый высокопоставленный педофил в истории Великобритании, бывший премьер-министр страны, некогда один из самых влиятельных мировых политиков, а ныне уже покойный сэр Эдвард Хитт, обвиняется в изнасиловании мальчиков. Что это охота на ведьмы или поиски справедливости, выясняла Светлана Чернецкая, наш британский СОПКОР. Он пользовался услугами мужчин по вызову, насиловал детей и домогался подростков. Британская полиция расследует около 40 заявлений против бывшего премьер-министра страны. Сэр Эдвард Хитт скончался 12 лет назад и только в последние годы стало известно об ужасных обвинениях против него. Считается, что полиция знала о злодеяниях Хита еще на заре его карьеры, но покрывала перспективного депутата, ограничиваясь предупреждениями. Сейчас Скотланд-Ярд настроен более чем решительно. Конечно же, без суда назвать экс-премьера виновным в педофилии нельзя, но доказательства против него очень серьезные. В частности, по семи случаям изнасилования мальчиков в возрасте 11, 14 и 16 лет. Во время этих преступлений Эдвард Хитт был министром труда, лордом-хранителем печати, а затем главой консервативной партии и непосредственно премьером. У нас есть убедительные и очевидные причины для расследования подозрений против сэра Эдварда Хита. Обвинения против него предельно серьезные и представлены многими людьми. С учетом этих обстоятельств расследование против бывшего премьер-министра обосновано, даже несмотря на его смерть. Сэр Эдвард Хитт – личность историческая. Кавалер одного из старейших рыцарских орденов в мире, ордена подвязки. Он, без сомнений, был очень влиятельным мировым политиком в начале 70-х. Это при нем в 1973 году Соединенное Королевство вступило в Европейский Союз. А преемницей Хита была знаменитая железная леди Маргарет Тэтчер. Полвека он прослужил депутатом Палаты общин. Многие друзья и бывшие коллеги сэра Эдварда считают, что нет смысла после смерти политика очернять его имя. Мол, он не может постоять за себя и опровергнуть обвинение. Но полиция настаивает на необходимости довести дело до конца. Тем более, что многие из жертв все еще живы и заслуживают справедливости. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. А завтра не пропустите итоговую программу подробностей недели с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.